Акция «Здоровье» продолжает дарить людям шансы на выздоровление. В ее рамках ведущие специалисты проводят консультации, медицинские осмотры, а также уникальные хирургические вмешательства нуждающимся. Репортаж из Андижана в продолжении темы. Репортаж из Андижана в продолжении темы. Репортаж из Андижана в продолжении тех, кто сталкивался с этим в жизни на своем или же примере родных и близких. Согласно данным, онкология сегодня занимает третье место в мире в списке болезней с высоким риском смертности. Говоря откровенно, больных с таким диагнозом немало и в нашей стране. Потому вопросом диагностики и лечения на основе передовых методов и использования новейшего медицинского оборудования внедрение современной хирургической практики уделяется отдельное внимание. В результате чего из года в год повышается качество предоставляемых в этом плане медицинских услуг. Даврамбой Урахимов из Андижанского района 64 года и всегда отличался отменным здоровьем. Однако недуг пришел неожиданно. По его словам, месяц назад появились боли в желудке. После обследования анализы показали, что существует опасная опухоль. В рамках акции «Здоровье» ему дали направление в Андижанский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии. В настоящее время больной получает необходимые лечебные процедуры. Не знали, куда ехать. Обращаться в зарубежные клиники тоже не было возможности из-за отсутствия средств. Теперь все эти операции проводятся у нас. Спасибо за оказываемую помощь. У 53-летней Алтыной Турдиевой из Булак-Пашинского района такое же заболевание, которое было выявлено в марте этого года и вызвало беспокойство родных и близких. Женщина взяла себя в руки и на основе рекомендаций врачей стала проходить назначенный курс лечения. А на днях специалисты, приехавшие из столицы вместе с местными хирургами, провели операцию, после которой пациентка чувствует себя хорошо, а болезнь отступила. Я слышала о лапароскопической операции, но я не думала, что вот так вот быстро на основе этого метода проведут здесь у нас в Индижане. Теперь мне намного хорошо. Операция прошла успешно. Как показывает анализ Всемирной организации здоровья, расходы на лечение между первой и четвертой степенями онкологического заболевания разнятся до 100 раз. Потом важное значение приобретает раннее ее выявление и применение высокотехнологичного лечения. И здесь отмечается значительное расширение возможностей нашей страны в данном направлении. На основе соответствующего постановления президента под номером 5130 для нашего учреждения приобрели новый камеральный микроскоп и другую аппаратуру, которая позволяет проводить обследование на высоком уровне. К тому же у нас есть теперь аппарат лучевой терапии. Кардиохирургия считается важным направлением медицины, однако до недавнего времени проведение операции больным, страдающим тяжелой формой сердечно-сосудистых заболеваний, было задачей достаточно сложной. На сегодняшний день такие высокотехнологичные хирургические вмешательства успешно проводятся не только в столице, но и в регионах. Родившаяся в 1981 году Маргуба Каттабаева из Андижана долгие годы страдает ишемической болезнью сердца. Часто беспокоит боли, усиливаясь при физических нагрузках. К тому же одна воспитывает детей. Не было возможности для лечения. Врачи сказали, что ей за счет государства приведут необходимую операцию. 68-летний Олэм Зокиров из Чалакудукского района в прошлом году перенес инсульт. И у него ишемическая болезнь сердца. Его состояние ухудшилось, потому и обратился в больницу. После обследования в рамках акции ему также приведут операцию на бесплатной основе. Это и есть возвеличивание чести и достоинства человека. Мы на своем примере чувствуем мощь государства. Я очень благодарен за то, что мне вернули здоровье. Во время предыдущих репортажей мы рассказывали о трансплантации почки супруги 39-летнего Акмальджона Зокирова из Асаки, 37-летней Шохиды Зокировой. Сегодня мы побывали в областной многопрофильной больнице, где проведена еще одна операция. И поинтересовались состоянием больных, которых перевели в реанимационное отделение. Я себя чувствую хорошо и выражаю благодарность всему медицинскому персоналу. Все прошло хорошо. Состояние улучшилось. Сегодня нас переведут уже в палату и сказали, что скоро встанем на ноги. Акция о здоровье в регионе продолжается.